Ну вот, гуляем. У нас открылась здесь в парке ледовые скульптуры из-за льда. Вот мы пошли посмотреть, как их делают, как их творят. Ну, примерно мы представляем, конечно, как их творят. Неоднократно же все равно видели и по телевизору. Но, коль открылось такое мероприятие, нужно уже посетить. Погода отличная, тем более безветренная. Ну, минус 10. Идешь? Иду. Вот, уже видим, глыбы из-за льда там стоят. Народу гуляет, так здорово, с ребятишками. Он даже в масках ходит, по улице, зимой в маске. Ну, это ужасно, конечно. Что у людей в башке, непонятно. А вот деньги. А что, кидать их можно, что ли? Или это, эти, обманки? Не настоящие, наверное, деньги-то лежат? Нет. А с другой стороны? А как они туда попадают? Да нет, наверное, не настоящие. Я думаю, это по эти... Игрушечные. Игрушечные настоящие побежать. Игрушечные. Ладно. Пошли, вон, шуршат. Пойдем смотреть. Вот сначала, в общем, получается как? Сначала, значит, они вот нарисовали на блоке из-за льда, что они хотят выпилить. Карандашом, не знаю, видно, не видно. Попробую сейчас приблизить. Вот, нарисовано. И потом уже по этому контуру будут вырезать. Так. Одиноконки, ребята, одиноконки. Мультяшечки для детей идут. Там что-то торгуют. Чем-то пойдем посмотрим. Ну вот, давай посмотрим работу теперь. Человек, что же он делал? Вот, серпой молод, наверное. Похоже. Вот такое. Да, работа со льдом, а, наверное, ему там жарко сейчас. Столько что-то делать. Так, пойдем. Что ты думаешь, он делает? Вот это. На что похоже? Мне кажется, это серпой молод будет. Пойдем, куда-то бабло. Что, не кажется? Это к чему? К чему бы это? Ледовая скульптура началась вчера. Сегодня еще... Видать, вчера только льдов навезли. Сегодня еще не все скульптуры готовы. Я думаю, вечером будет красиво, когда будет гореть подсветка, и через льдет преломляться, это будет красиво. Да, это конек. Карпунок. Карпунок. Так. Ну, там и что. Ничего я не пойму. Здесь что? Ой, здесь ландыш. Серебристый. Видать, будет красиво будет. Но он тоненький, как бы он не сломался. Потому что очень хрупкий. Лед же все-таки хрупкий очень. Вот, фестиваль ледовых скульптур. То есть до 8-го числа они тут будут фестивалить. Не, надо завтра или после завтра все прийти посмотреть, когда уже будут готовые. Вот доски деревянные. Ну, я что-то не хочу, доски деревянные. Вот, что-то шимпортно. А, это что, изделие, тоже изделие. Вот, какие-то, какие-то ножи, непонятно что. А здесь чего? А здесь чего они делают? Пицца, пицца, пряники, макароны, кофе. Пряничек, брендвейн. Так. Здесь тоже пряники, и стеклянные. Пряники разноцветные. И игрушечки. А здесь кофе, кофе, кофе с этими, как его зовут. Ну, короче, со всякими этими, этими добавочками, с сиропочками. И как здорово, что на этом экране идут мультики наши, старые, русские, советские, вернее. Вот и пилой они там работают. Какими-то такими железными скрабики какие-то, полосатые зубчики. Вот, сейчас они будут вот это делать. Сейчас посмотрим. Сначала, значит, так, видать, выпиливают, а потом вот, вот этим таким вот, что это как-то называется. Потом вытачивают, подтачивают. Резьба такая по льду. А у него какая-то там другая степи, зеленая. Сейчас почему-то он другим делает. Это сейчас, наверное, отвалится с коем-нибудь. Нет. В другую сторону пойдет. А, нет, сейчас вот блок, наверное, его точно уберет. И сейчас он его... Опа! И все. Все. Убрал часть. Такие сооружения специально для них подставили. Елочка из счетчиков. И из этих, как, трубочек. Но они застыли, наверное. А так-то, наверное, они пластмассовые. И красненькое окончание. Так, а это что, старый? А это елочка такая. С всякими сувенирными делами. Так, вот эти люди. Не буду мешать. Ой, пойдем дальше. Ждешь? Ждешь. Если... Вот, уникальная работа художников Рязани. Живопись, графика, керамика, сувениры. На старом перекрестке называется художественный салон. Ну, что-то дверь не поймут, только закрыт. Так, и посмотрим, чего тут у нас. Ой, мама дорогая, дверь-то открыт. Так, тут что, магазин, что ли? Такой дорогой. Чего я не знала. Здравствуйте. У вас тут как продажи, еду? Продажи есть. Ага. Что продали? А тут что-то мы ходили раньше, что-то я даже не замечала. Сейчас восстановились, прочитали. Да? Вот, видите, как мы... Вон оно что. Какое-то зеркало старинное. Так, вот. И картины тут. Интересно, здесь можно пошариться. А это типа ангелочки, да? А у это что такое? Ну, тут тара какая-то, видать. Красивая такая, цвета яркие, красивые. Старинное в таком здании, прикольно, очень приятно. Не, не хочу. Смотри, какой стул или табарет такой, как это... Винтажная вещь. Да, действительно. Красиво. Это типа у нас, как вот, в креслице тоже. И вот даже подушка-то из такой же ткани. Ну, красиво. И вот над Рязанским Кремлем ангелы. Очень, очень. Миленькая заведенница, хочу сказать. Багетики, да. Миленькая заведенница. Зеркальце даже вот. Ну, ладно. Пойдем дальше. Ну, ты шли-шли мимо. О, есть такая одна-ка. Оказывается, это здание бывшей динной монополии. Середина 19 века. Теперь в этом здании, ну, помимо, я думаю, этой арт-зоны, еще тут что-то находится. Оказывается, в этом здании в период Первой мировой войны размещалась Рязанская уездная по воинской повинности присутствие какое-то. В мае 1915 года призывался на военную службу великий русский поэт Сергей Есенин. Типа военкомата. Типа военкомата, да. Сейчас мы направляемся в магазин под названием Дзинкерс. Я думаю, название многим известно. Вот такое фирма. А что духи себе у них посмотреть? Мало ли, вдруг мне каким-нибудь там понравится. так, кстати, вот здание, в котором Макс Фактор открыл первую свою крикмахерскую. Вот именно вот это крылечко. Сейчас здесь утро, кафе, торты, завтраки. А именно вот в этом доме стульчик стоит, что тут написано в Макс Фактор. Вот так вот раньше здесь выглядела парикмахерская. Вот именно в этом доме в 1895 году основатель всемирного известного бренда Бакс Фактор открыл свой первый фирменный магазин. В магазине были представлены клюма, румяна, бюси, парики собственного изготовления, которые пользовались большой популярностью у рязанских модниц. Вот такое, скажем, историческое место. Довольно-таки действительно историческое и интересное. Что-то еще есть фаберлик. Ну, все-нибудь, наверное, закрыто. Все, не какое-то слово. Четвертое. Не работают? Не должны. Нет, закрыто. Написали, что работает, а вообще закрыто. Ладно. А что, может, время уже 3 часа? А не до 3 сегодня. А, он весь счастливый часов не наблюдает. А мы и не... Я уже и не помню, когда мы на часы смотрели. Часы на руке, а я даже не смотрю теперь. Вообще, тесно. Я раньше как-то часик могла на часы. Час в Акер прошло. Ну, что, пойдем в Дзинтерс. Жизнь в Акер. Дзинтерс. Духи хотим. Хотим духи. Смотри, я выбрала себе духи. А вот, кстати, фотография этого Макс Фактора. Может, покупает мне духи. Прям... Ой, ты что, через дорогу, бля, хамуха? Ты что, через дорогу хочешь меня опять? Без перехода? Иди уже. Ходи. О, е-мое. Могу ходить? Ладно. Раскочили. До перехода неохота была идти. Вот индийский у нас магазин Нагеш. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Муж хочет зубную пасту. А это что, травы тут еще какие-то? Индийские травы, что ли? Да. Она все, диски, только на шампунь. Ой, вот эти штуки мне надо, наверное. Хотя, что мне с ними делать? Но она мне так нравится, эта штука. А, против не ломаться? Ну, тут даже, наверное, полочки можно ставить, нет? Что-то мне надо, а что не знаю. Что-то хочу, а что хочу, а что хочу, то уже еще не придумала. Купили, короче, маску для волос. Чай индийский зеленый. Ну, мы уже купили парфюм. Что потом еще? А, зубную пасту с перцем. Какой-то соус острый к мясу. Вот такая вот старина рядом с новыми домами. То есть вот эта вот улица, да, идет справа новые дома, слева старая Рязань. Рязные домики. Ну, окна пластиковые вставляют, значит, не будут их, что ли, сносить. Ну, там, кстати, вот видите, тут же сразу кирпичные такие добротные дома. Вон там тоже хорошие стоят уже. Может быть, это... О, смотри, Костя, тут написано на доме, выставка резьбы по дереву, бесплатная выставка. Хочешь пойти, посмотрите? Вот, можно сюда и сходить потом. А домики-то ничего такие. Глянь, какой миленький он домик. Бежевый такой, кофейный. Прям резьба такая. Это резьба по дереву рядом. А дом-то, дом-то вглубь-то туда. Смотри, как продолжается-то долго. Да, я уже подруга. И веранда такая, видать, у них там классная. Однако, а тут прям замок такой, мини-замок каменный уже. Такие дома, конечно, интересно рассматривать, чем вот такие уже модные, новые. Это приятнее такие. Так, двинемся дальше. Такой дом вот красивый. Улица Салтыкова-Щедрина. Ну, там вот мы прошли. Там вообще красивых много домов. Уж не стала снимать. Ну, а напротив, вот, пожалуйста. Такой же старинный дом напротив такого красавца. А? Крыльцо, когда здесь было. О, наверное, здесь было крыльцо, да. Крыльцо, двинемся. Да, точно. Массиво. Да, точно, точно. Может, тоже сносить потом будут. Такие вот дома старинные. И такую красоту настраивать. Ну, вообще, загляденье просто. Особняк. Загляденье. Вот. Всё. О, что грязь. Всё. Всё.